Ну что ж, друзья, всем доброго вечера. Как традиционно по четвергам в 5 часов программа «Демография». Сегодня будем говорить, как всегда, на очень важные, интересные темы. И сегодня в нашей студии мастер спорта по альпинизму Александр Жигалов. Сегодня мы будем говорить не только на эту спортивную тему, потому что у нас все-таки не программа овертайм, где все посвящено спорту. У нас больше такое социальное вовлечение. Расскажем, для чего альпинизм вообще нужен людям, какие могут быть социальные проекты, связанные с этим спортивным направлением. Что уже есть у нас в Хакайсе, одним словом, будет интересно и полезно. Присоединяйтесь к нашему диалогу 22.60.11. Мы работаем в прямом эфире. Но я напоминаю, что также можно писать на YouTube канала Бакан24 свои сообщения. Мессенджеры, которые вы сейчас видите на экране, обязательно их вам озвучу. Одним словом, присоединяйтесь, будет интересно. Ну и, кстати, можете, например, рассказать, занимались ли вы когда-нибудь альпинизмом. Мне кажется, в такой горной республике, к которой нам наша Хакайсе относится, делать это можно, да, в любое время года. Да, Александр? Да, преимущественно зимой. Да? Александр, ну, наверное, прежде чем рассказать о социальной составляющей того, чем вы занимаетесь, я предлагаю все-таки нашим телезрителям с вами познакомиться. Расскажите, пожалуйста, давно ли вы уже занимаетесь альпинизмом. Я, кстати, представляете, хотела сначала представить Александра как мастера спорта по скалолазанию. Я почему-то подумала, что альпинизм, скалолазание, в принципе, это одно и то же. Но Александр уверил меня, что это совершенно разные вещи. Поэтому, друзья, ну, давайте вместе разбираться. Александр, так что же такое альпинизм, что такое скалолазание, и почему же это все-таки не одно и то же? Ну, это самая распространенная ошибка, которую делают люди, которые, ну, к этому... Имеют отношение, да? Имеют деятельности, да, абсолютно не имеют отношение. Если говорить обобщенно, то скалолазание — это такая небольшая составляющая части альпинизма. Ну, меня сейчас могут кидать в меня камни скалолазы, которые... Разве что звонить. Звонить и говорить, что ни в коем случае. Но на самом деле до 70-х годов скалолазание было составляющей частью альпинизма. А альпинизм, в общем его понимании, это совершение восхождения на вершины гор. То есть нужно подняться на вершину горы. Альпинизм. Каким-то способом. Это альпинизм. А скалолазание просто... Скалолазание, прохождение участков скалы, подготовленных, да, при помощи физических сил тела. Соответственно, каждый альпинист должен владеть скалолазной техникой, хотя бы минимальной. Но далеко не каждый скалолаз может быть альпинистом. То есть чтобы преодолевать все эти тяготы и лишения во время совершения долгих восхождений на вершины. А долгое сколько может длиться? Восхождение? Два месяца может длиться. И у вас было такое в жизни? Это называется экспедиция. Когда большая гора, и чтобы на нее подняться, нужно пройти ступенчатую акклиматизацию. То есть прожить на высоте непривычной для тела организма какое-то количество времени. Ну, как правило, это две недели. Поэтому для восхождения на Семитысячник, например, на пик Ленина или пик Хантенгри мы акклиматизировались до двух-трех недель. Потом выжидали погодное окно, и только после этого был штурм вершины. А штурм вершины мог составлять 4-5 дней. То есть 5 дней мы беспрерывно с ночевками совершали восхождение. Александр, ну тогда расскажите, когда же эта любовь к вершинам у вас произошла? И где вы начинали свои делать первые шаги? Ну, у меня интересная история. Я родился и вырос в Черемушках, в Хакасии. Затем начал здесь заниматься туризмом. В 14 лет я открыл для себя такое влечение, как туризм. В туристской направленности это уже достаточно поздно. Обычно детей у нас готовили гораздо раньше. Я записался в известный в Черемушках турклуб «Борус». Сейчас он называется правильно станцией детско-юношинского туризма. То есть там как раз это такое дошкольное, не дошкольное, учреждение дополнительного образования детей. Где у нас он всегда славился проведениями турслётов, массовых мероприятий для школьников, для жителей города. Там обучали вязать узлы, правильно собирать рюкзак, ставить палатку. То есть это прям такие походные условия в черте города, где-то недалеко. Там мы получили первые навыки. Я помню те моменты, когда я взял в руку верёвки, карабины, вот это вот снаряжение, которое к туризму тоже имеет отношение, но не такое сильное, как к альпинизму. Я помню, как мне всё это понравилось, своё ощущение, что можно же всё вот это железо, как оно сейчас называется на сленге альпинистском, применить при преодолевании каких-то препятствий. Овраг пройти, например, склон какой-то пройти крутой, используя вот именно снаряжение. Вот тогда, наверное, закралось зерно альпинистской техники. Мой первый тренер Юрий Александрович Конобеев, тоже из черёмушек он, он скалолаз, КМС по скалолазанию и вёл у нас кружок туризма. И тогда вот он нас впервые вывез на мраморку. Это известная гора, возле Саиногорска находится самая большая мраморная скала в России. Это когда ты едешь уже за Саиногорска в сторону Саиногорска, и там ещё такие указатели здесь поднимаются, кто-то там, а оказывается, это вот такие люди, как вы, активные. Это и есть мраморка, в настоящее время это полноценный парк горный, экстрим парк мраморка. До того времени это была просто скала, заросшая такая вот. То есть расскажите про её историю, это получается самая большая, как вы сказали, мраморная скала в России, да? Всё верно. История у неё очень глубокая, если про неё рассказывать... Ну давайте немножко, я думаю, людям интересно. В 1975 году красноярские столбисты впервые провели соревнования на мраморной скале. Соревнования на приз газеты красноярского комсомола. В этот момент активно шла стройка крупнейшей плотины СССР. Цена-Шушенская ГЭС. Естественно, над возведением такой громады трудились много рабочих, в том числе и скалолазов, оборщиков склона со всего Союза. У них был некий кружок, который существовал в Черёмушках, где занимались горной подготовкой, скалолазанием, походами, альпинизмом. Мы совершали походы в ближайшие хребты, это Борус, у нас большая гора, рядом находятся гранитные столбы и мраморка была местом, объектом их занятий. Ну, тренировались, так сказать. Тренировались, это была такая, знаете, комсомольская тусовка. То есть, внизу стояли на берегу Енисея палатки, и там постоянно была жизнь. Ходила электричка, её называли Матаня, между Саиногорском и Черёмушками. Останавливалась вот именно на мраморке. Люди выходили, одни со смены, другие после смены. И сменяли пост, жили там, прям под скалами, варили еду на огне, в котелках. То есть, походные условия, и при этом всё время лазили по скале. Вот тогда её и начали осваивать, так скажем. И поняли, что она огромная, да, большая? Ну, во-первых, она большая, но её ресурс до конца ещё не изучен. То есть, у неё протяжённость самого большого скального участка 250 метров. У нас там проложены сейчас три маршрута альпинистских. Но ещё есть поле для пахоты очень большое. То есть, где можно сделать очень много маршрутов, подходящих, кстати, под рамки проведения чемпионата России. То есть, это получается, вот эта гора мраморка, да, Александр? Это такая ещё одна фишка нашего региона. Да. О котором, в принципе, вот, как вот знаете, вот мы периодически говорим, мы возвращаемся к этой теме в наших эфирах. Так что Хакасия настолько уникальная республика, да, что у нас есть, ну, понятно, степи, горы, какие-то интересные каменные изваяния, которым очень-очень-очень много лет. Но оказывается, у нас есть даже экстремальный туризм. И вот такие фишки, да, альпинисты. То есть, не нужно ехать, например, ну, куда альпинисты ездят? На Эльбрус? Ну, как правило... На Эльбрус, а можно приехать в Хакасию, да? Вот ещё один плюс. Как правило, на Кавказ едут все, в Сибири немного гор таких вот известных. Да, и самое интересное, что место имеет историю, уходит корнями глубоко в историю, и там ещё в 70-е годы уже зарождался альпинизм. Конечно, был момент, когда конец 80-х, 90-е было затишье, когда и во всей стране тогда было затишье в связи там с разными обстановками. Друзья, 22-60-11, Александр Жигалов, мастер спорта по альпинизму. Он сегодня у нас в студии. Говорим не только о спорте, но и о социальных проектах. Как спорт может вот так вот повернуться в вашей жизни, что вы начнёте заниматься социальными вопросами. Об этом сегодня в нашем эфире. 22-60-11, можно звонить, можно писать сообщение. Вижу, что вы нас смотрите. Но обязательно ещё пишите смс. Ну и, конечно же, задавайте свои вопросы. Можно, кстати, делиться. Возможно, вы тоже когда-нибудь взбирались на вершину. Совершали восхождение. А, вот это правильно. Совершали восхождение. Александр уже рассказал, всё-таки, чем отличается… Альпинизм от скалолазания. Чем отличается альпинизм от скалолазания. Мы уже поняли, что на самом деле альпинизм – это очень даже круто, очень даже, как это называть, экстремально, чем скалолазание. Наполнено, да. Выводит из зоны комфорта очень сильно. Хотя есть, конечно, скалолазание в разного вида. Но я, поскольку альпинист, я буду за альпинизм. И вот, смотрите, вы, когда были, можно сказать, подростком, увлеклись этим всем, да? Были ли, вы уже сказали, что у вас были такие достаточно большие восхождения по несколько месяцев. Но вы же понимаете, что это ещё альпинизм, такое зарождение характера. Это как-то помогло вам потом в жизни? Да, я тут с вами, безусловно, согласен. Альпинизм и те преодолевания, которые нас встречают там в том месте, и те люди, которые там находятся, они не из робкого числа. То есть случайных людей в горах нет. Это не просто красивые слова, а не метафора. Это действительно так. Для того, чтобы совершать серьёзное восхождение экспедиции безаварийные, там должны быть люди с достаточно сильным характером и имеющие такую волю. Хотя были случаи разные, но, как правило, высоко человек далеко не доходит, который не готов работать над собой. Вы решили заниматься альпинизмом всю жизнь? Да, я думаю, что можно так сказать громко, всю жизнь. Я занимаюсь уже 13 лет альпинизмом, вот как таковым альпинизмом. До этого туризмом ещё занимался 5 лет, когда пришёл к этому. Поэтому альпинизм для меня стал следующей ступенью после туризма. Когда я понял, что ходить с рюкзаком далеко и надолго я могу, хочется какую-то следующую ступень роста. Для меня тогда казалось, что это как бы рост, переход на новый уровень. Тогда я плавно из рюкзаков по лесам перешёл к восхождению на вершины. Высокие, далёкие, белоснежные и стенные. У нас альпинизм, он очень многогранный. В настоящее время больше 10 дисциплин есть в альпинизме. То есть дисциплина, это как вот, например, возьмём бег, и у него есть бег с барьерами, 2 километра, марафон. В альпинизме есть дисциплина скальный класс, технический класс, ледовый класс, скайрайнинг и так далее. То есть, если, например, взять альпиниста-спортсмена, который занимается скайрайнингом, это скоростные восхождения на вершину гор, когда бегом забегают на вершину. И взять альпиниста, который занимается техническим альпинизмом, когда он лезет на стену больше 2 километров, мы их не можем сравнить, потому что они абсолютно разными вещами занимаются. Для этого разделили альпинизм на дисциплины, для того, чтобы можно было сравнивать спортсменов той или иной категории. То есть, ну, марафонница в беге не может конкурировать с спринтером. Также и, например, ледолаз не может конкурировать с технарём или с высотником. Ну, смотрите, это всё равно очень такой опасный вид спорта. И новичкам туда, можно так сказать, неподготовленным лучше не ходить. Да, но в альпинизме очень-таки довольно серьёзные требования. Есть Федерация альпинизма России, есть правила, которые написаны как раз вот... Я вот почему задала этот вопрос, понимая вас, что вы как раз об этом скажете. Тогда как получалось так, что рождаются социальные проекты, и вот этот вид спорта вы больше притягиваете людей? Потому что понятно, вот как можно привлечь в бег? Бежим ради здоровья, бежим ради того, чтобы, я не знаю, помочь детским домам, ну, к примеру. Здесь как это работает? Ведь просто так со стороны человек не может прийти к горе и сказать, да, я буду альпинистом и покорять её, да, совершать восхождение. Вот поэтому очень интересно. Кстати, вот в этой студии, наверное, были ещё ваши коллеги, которые, например, учат детей с ограниченными возможностями, например, кататься на лыжах. И здесь тоже понятно, что на лыжах можно даже инвалидов научить, ну, ездить. А вот как альпинизм, социальные проекты, как они связаны, и как вы их воплощаете в жизнь, ради чего, и какую цель преследуете? Ну, начну с конца вопроса, наверное, ради чего. Это часть моей жизни, я это люблю, и мне хочется, чтобы это развивалось. У нас есть звонок, давайте послушаем. Видимо, у нас... Добрый вечер. А, добрый вечер даже. Здравствуйте. Владимир, я вот включил ящик и смотрю, у вас гости интересные, и вы, в общем-то, темы интересные вот обсуждаете. Вот, я не знаю имени гостя, но... Александр зовут. Как? Александр. Александр, ну, очень приятно. Я хотел вот спросить у Александра, вот, альпинизм – это ведь не только, как говорится, вот, мастерство спортивное, физическое там, но и это и снаряжение. Вот, наверное, вы, безусловно, знаете такую фамилию Абалаковый. Это красноярский, в общем-то. И даже рюкзак был Абалаковский. Он тоже альпинист. Вот, у меня вопрос такой. Вот, снаряжение у альпинистов очень, наверное, тоже поменялось. И как это вообще повлияло на, ну, на качество, как бы, как говорится, на этого вида спорка? Вот, мне интересно. Потому что, безусловно, сейчас уже, наверное, вы шерпами не пользуетесь. Но мне вот интересно, так оснастка поменялась. Как вы видите дальнейшее развитие этого спорта? Спасибо. Отличный вопрос. Спасибо вам большое. Видите, какие у нас зрители внимательные. Спасибо, Владимир. И начитанные, и фамилия Абалаков, конечно, это известная фамилия в кругах альпинистов. Были известные два брата Абалаковы. Занимались разработкой снаряжения, совершались сложнейшие восхождения на пик коммунизма, на пик победы. И военные альпинисты тогда вот этот военно-прикладной значимость альпинизм как раз заимел в те годы. И тренировались, кстати, да, они на красноярских столбах. Конечно, это снаряжение уже кануло в лету. Это можно его сейчас встретить во всяких коллекциях и в музеях. В том числе я занимаюсь небольшим коллекционированием и думаю, что открою когда-нибудь музей альпинизма. Тем более, посмотрите, оно как меняется, да, как и наша жизнь, наверное, более прочным становится, как считаете? Да, и вот отвечая на вопрос нашего слушателя, снаряжение колоссально поменялось, что сейчас ускорило процесс восхождения. Когда раньше совершались восхождения, скажем, по 5-7 дней на вершины гор, сейчас те же самые восхождения совершаются за 1-2 дня, благодаря новейшему снаряжению. Рюкзаки другого типа, современные материалы, появились много типов мембран всяких разных, от дышащих и влагодержащих. Нету теперь этих больших спальных мешков, набитых ватой, которые когда-то в военные годы использовали, сейчас вся синтетика, разные утеплители, которые весят граммы. И вес, конечно, идет сейчас на граммы. Все снаряжение касаемо ледового скального, оно все сейчас дюралевое, это легкосплавные металлы. Даже титан ушел с обихода, то есть титан это когда-то был такой космический металл, в альпинизме считалось иметь титановые крючи, а это роскошь. Сейчас это тоже музейные экспонаты, сейчас все дюралевое, дюралюминиевое, то есть очень сильно поменялось снаряжение. Что же касается, вот если завязать наш разговор про снаряжение и наш проект клуба и развития альпинизма, мы сейчас имеем достаточное снаряжение в своем арсенале. Это вот наш небольшой клуб любителей альпинизма Хакаси, называется он «Мастерская альпинизма Мраморка». Благодаря нескольким грантам, в том числе одному федеральному гранту, мы приобрели снаряжение для занятия альпинистов, и не только, и новичков, и детей занятий альпинизмом. То есть вы считаете, что для детей это не так развито, что это нужно развивать? У нас в принципе в республике очень слабо развит альпинизм, хотя вот… Хотя горы вокруг, правда? Да, горы вокруг, и у нас история, у нас известная фамилия, как вот так вот начал говорить и выпал из головы Скидан. Вот известная фамилия, тот, кто был у истока возрождения альпинизма в Хакаси. Но сейчас у нас произошел как бы провал с прошлым поколением в этой деятельности, и нам в наших руках вот это вот развитие, чтобы заново поднять альпинизм в республике. И не только вот такой вот любительский, я бы еще хотел… Ну вот смотрите, вот демография, да, да, это же вот наша программа называется «Демография». Все мы знаем, что есть такой еще федеральный проект «Демография», в рамках которого в наших городах, в нашей стране строятся и большие стадионы, и какие-то универсальные спортивные площадки. В Бакане было построено большое футбольное поле, которое можно использовать круглогодично и так далее. Ну вот, получается, что и альпинизм, возможно, когда-то войдет в число таких видов спорта, которые будут доступны всем. Потому что, как Вы сказали, что Вы купили оборудование, оно, наверное, стоит не одну тысячу рублей, дорогое. Поэтому Вы, наверное, за счет этого притягиваете к себе детей. Не все ведь родители могут купить себе это оборудование. И там вообще идет это же, в первую очередь, жизнь, мне кажется, это же поднятие на вершину и так далее. Ну, на самом деле, тут много иллюзий у людей, когда им говорят слово «альпинизм», «скала», «высота». То есть, кажется, ну все, приплыли, да? Да, возникают страхи. На самом деле, здесь не больше шансов страхов, чем переходя дорогу в городе. Продолжим после звонка давайте. Александр, добрый вечер. Еще раз. Даша, я еще один вопрос. Пожалуйста, конечно. Александр, вот я прекрасно понимаю, какой интересный у Вас вид спорта и вообще все это. Это не романтика и сила, и воля, и божество. Все там нужно соединить. Но вот у меня такой вопрос. Вот есть люди, которые боятся высоты. Понимаете, вот вы говорите о том, что вы детей. А вот как вы, в общем-то, считаете, можно бороться с этим страхом у людей, которые боятся высоты. Понимаете, я не говорю, а вот есть люди, которые не боятся практически. То есть монтажники, высотники, они привыкают к этому. Но горы, скалы – это совершенно другое. И мне интересно, какие вы методы применяете для того, чтобы молодого человека, допустим, ребенка, приучить к тому, чтобы он не появился высоты. И может быть даже страховка. Ну, в общем, расскажите об этом. Спасибо. Хорошо. Пожалуйста. Смотрите. Есть у человека инстинкты. Основной из них, важный, это инстинкт самосохранения. Все боятся высоты. Когда говорят на альпиниста, ну, вот эти ничего не боятся. Мы боимся высоты. Я боюсь высоты. Все боятся. Но бояться высоты можно по-разному. Можно панически садиться и бледнеть, поднимаясь на второй этаж дома. А можно висеть на высоте стены в 2 километра. И при этом только ладони спотеют. Например, у нас разные пороги страха. Что делать, как бороться со страхом? А никак. Если это врожденное и паническое вот такое, то я даже не знаю, что с этим делать. Это нормальное явление. Не бояться высоты, вернее, ничего не боится тот, кого с нами нет. А у нормальных людей, у которых у нас с вами, у них должны быть страхи. Чувство страха есть, да? Ну, опять же, есть чувство страха, когда вот мы боимся, но мы делаем. Вот с этим приходится бороться только на тренировках ступенчато. То есть, сначала начинаем вот с метра, потом увеличиваем дистанцию на 2 метра поднимаемся. Не надо сразу лезть на высоту 40-50 метров. Постепенное увеличение дистанции, чувство человека, что он владеет ситуацией. Когда человек понимает, что всё надёжно закреплено, двойная верёвка, два инструктора, один сверху, другой снизу, постелены маты. Ну, то есть, никаких шансов даже получить минимальную травму. Тогда, естественно, и страх высоты начинает со временем пропадать. Где ищите новичков своих? Ну, на самом деле, мы вот такой обширной прям рекламой не занимались. И вот, наверное, сейчас начнём после вашего эфира. Мне кажется, что вот как раз вот такие чувства, нет, такие качества в характере, которыми обладает альпинизм, альпинист могут пригодиться 100% в жизни человеку по поводу, даже в отношении стрессоустойчивости к современной жизни. В жизни сейчас так много стрессов, и как раз человеку, который будет настоящим альпинистом, наверное, он это сможет пережить, да? Вы испытываете стресс в этой жизни? Ну, конечно, все испытывают стресс. Я думаю, что вот года 3-4 назад я бы ответил на этот вопрос так. Мы когда уходили в длительную экспедицию куда-нибудь там на 2 месяца, куда-нибудь на Тяньшань или на Памир, возвращаясь с неё, ты понимаешь, что там было, что ты пережил, и когда тут какие-то житейские вопросы возникают, там заплатить за коммунальные платежи и прочее, то есть для тебя это абсолютно не проблема. Ты там висел на трёх пальцах перед карнизом и пытался забить крюк понадёжнее, а здесь надо перейти. Всего лишь нужно немножко поработать и заплатить коммунальные услуги. Добрый вечер, мы вас слушаем. Добрый, добрый, добрый. Я считаю так, спорт должен всегда раздеваться, и спортсмены не должны болеть, если плохо им. О, точно, ну и точно уже болеть не нужно. У альпинистов стать хороший иммунитет. Ну, должен быть хороший, хотя не у всех. Ну, это делается, это нарабатывается тоже перед мероприятиями, длительные тренировки и витамины. Я вижу, что люди нам звонят, давайте ещё приём звоночек. Добрый вечер. Алло, здравствуйте, это Марина. Здравствуйте, Марина. В Советском Союзе вот эти походы в горы и альпинизм, и горный туризм, это было больше, чем спорт. Это была субкультура, это была особая субкультура. Этим занимались, этими видами спорта, только интеллигенция. Работяг было очень мало среди альпинистов, это был спорт интеллигенции. Для них они уходили в горы, как в свой особый мир, где они были свободны. А сейчас немножечко другой уклон у этого спорта. Альпинизм во всём мире спортом не считается, и считается, что это слишком опасно для жизни. Только у нас это спорт. А сейчас уклон этого спорта немножечко пошёл в другую сторону, в сторону адреналина. То есть это какой-то немножечко даже зависимость полунаркотическая. Молодёжь любит щекотать нервы и считает это экстримом. Вот именно слово, у нас говорили романтика, сейчас говорят экстрим. А у меня вопрос такой. У меня был разряд по горному туризму, я всю молодость проходила в горы. У нас была очень строгая этика. И нам эту этику прямо вот внушали, нас воспитывали в духе этой этики. И даже вот таки данные, я одно время в Абакане с ним имела дело, в смысле ходила несколько раз в горы, он очень строго. Там, не дай бог, при нём скажешь, спросил там один пацан, эй, чей рюкзак? Ну, кого-то из нашей группы. Он говорит, что значит чей рюкзак? Это наш рюкзак. Это рюкзак, в смысле, нашей группы, давайте вместе разгружать наши рюкзаки. То есть коллективизм, это первое, что нам внушали. И вот ещё, я хочу спросить, вот по отношению к природе у нас очень строго было. Там, чтобы банку консервную, сначала по правилам, её нужно было обжечь в костре, потом поставить на камни другим сплющить, и потом аккуратно или закопать, или под камень подсунуть, чтобы её не видно, не слышно было, чтобы она там перегнивала. Это как пример. Как утилизировали, там всё-всё-всё нам внушалось. Группы друг к другу навстречу шли, обязательно здоровались в горах. То есть там такая была строгая этика. Сейчас детям прививают какие-то законы, вот эти нравственные. Как себя вести в горах, в природе, друг с другом, в коллективе. Спасибо. Спасибо большое, Марина. Отличный разговор и отличные вопросы. Это действительно так, даже вот в корне какой-нибудь песни старой углубиться, там люди идут по свету, да, и самые лучшие книги они в рюкзаках хранят. Это вот как раз то, что наша слушательница говорила, что ходила интеллигенция в горы и занимались альпинизм и походы. Это было не спорт, а это было как раз активный образ жизни, здоровый активный образ жизни. Что сейчас? Конечно, сейчас очень много коммерческих клубов, коммерческих групп, которые обещают сводить вас на ту или иную вершину, покорить, как они громко это заявляют. Это ко мне и вот к нашей спортивной составляющей никакого отношения не имеет. Мы чтим вот те привитые нам знания, навыки, что действительно природу надо любить, горы надо уважать, мы никогда не произносим слово «покорить». Стихию нельзя покорить, можно только попросить разрешения совершить восхождение и спуститься вниз, безаварийно. Что касается мусора, мы сейчас выносим весь мусор с собой. То есть мы даже его не то, что ни плющим, ни обжигаем. Вот принесли продукты на восхождение, все, что осталось, все этикетки собираются в пакет и спускается все вниз, все за собой, потому что много лозунгов, кругом, везде, в какие горы хотите выходить, например, в горы настоящие или в горы мусора. Сейчас у нас очень много засчетов. То есть в горах много мусора. В горах очень много мусора сейчас, потому что как раз развиваются активно коммерческие туры. Что такое коммерческий тур? Это организаторы восхождения, и там есть участники, одноразовые люди, которые, как наша слушательница сказала, захотели посекотать себе нервы. Они туда сходили, они там почувствовали дискомфорт, и они туда больше не вернутся. А все, что там осталось от них, оно там и осталось. То есть им не прививают, что нельзя рубить зеленое, нельзя писать на камнях и так далее. То есть они людям об этом просто не говорят, ходят бездушно. И не уследить за этим. Люди заплатили деньги, их ведут за деньги, они считают, что они купили себе право находиться там и делать все, что они хотят. Вы против такого туризма? Да, я против. Большой вопрос к организаторам таких туров. Если вы все-таки организовываете туры, будьте добры, следите за этикетом и за тем, чтобы как раз тоже слушательница наша сказала, группы здороваются между собой. Это действительно так. Мы когда идем в горах, мы людей не знаем, но всегда идущие вниз, идущему вверх поздороваются, пожелают хорошей погоды или поздравят с восхождением. То есть поздравляю с успешным восхождением, с успешной горой. А если это коммерческие группы, то они потеют, страдают, умоляют. Ну то есть они не знают, куда они пошли. Им продали какой-то продукт. А зачем тогда? Неужели за этим никто, получается, не следит? Ведь понятно, что, наверное, и какая-то техника безопасности не так соблюдается, как, например, если идут со профессиональными спортсменами. Либо не с людьми, которые стремятся заработать деньги, а вот как вы, например, просто продвигаете, например, альпинизм и видите в этом какие-то социальные моменты. Ну видите, я не хотел бы обобщать сейчас все группы, но тем не менее они растут как грибы. У нас есть несколько фирм, которые занимаются качественным преподнесением вот этого вот. И там, естественно, следят за этикетом и за тем, что за собой оставляют туристы. И если турист все-таки такой непослушный, значит гид обязан исправить его проблему, ошибку эту. Ну а есть, которые называются только фирмами. Они вчера образовались и завтра закроются. И вот за счет таких, такого большинства у нас, к сожалению, проблемы там наверху. И чаще всего их приходится спасать оттуда. Друзья, у нас был звонок 2261. Еще раз, пожалуйста, нам перезвоните. Александр Жигалов у нас сегодня в студии, мастер порта по альпинизму. Мы говорим о спорте, говорим о социальных проектах, но даже затронули туризм, в том числе и коммерческий, не всегда он бывает таким, каким мы себе его представляем. И, как говорит Александр, оказывается, очень много существует компаний, которые сейчас, возможно, вам предложат какой-то тур в город, но не будут нести за вас ответственность. Я на самом деле тоже, Александр, если честно, заметила, листая в интернете, сейчас кто угодно называет себя организатором туристических маршрутов. Я считаю, что он берет на себя просто колоссальную ответственность за людей. Ведь нужно людей разместить, людей накормить, людям, во-первых, дать то качество, на которое ты сразу заявляешь. Ну а если это говорить о восхождении, например, в горы, ну это вопросы безопасности, потому что, возможно, кто-то захочет взять с собой несовершеннолетнего подростка, да, и показать ему, например, красоту. Ну, мы же так не сможем, вы же так не сможете, я имею в виду, что, ну то есть ответственность за этого ребенка в любом случае будет лежать на родителях, а не как они организаторы тура. Вот скажите, вот на свою гору, мраморку, где вы тренируетесь, вы часто допускаете тех, кто вот просто проезжает мимо и говорит, а давай попробуем. И к вам бывает такое, обращаются, что, а давай сделаем классный маршрут для экстремалов. Кстати, вот одно время, если вы помните, была такая даже услуга, я не знаю, если она сейчас, тоже можно про это поговорить, Туимский провал, все мы это знаем, да. Это ведь тоже очень такое место с историей, про него, конечно, разные легенды ходят, но я помню свое время туда, это просто как для развлечения туристов и для тех, кто просто хочет себя попробовать. Там прыгали? Там до сих пор прыгают. Да, но хотя сколько было всяких случаев? Вот как раз у организаторов прыжков случаев не было. Ага, вот так вот, расскажите, да. Смертные случаи, вот эти падения, это были случайные какие-то люди. Не оценили свои силы, что ли? Не всегда трезвые и не всегда это было вот в рамках экстремального прыжка. Сейчас эта организация, она занимается сертифицированными предоставлениями экстремальных услуг. То есть они несут полную ответственность за клиента. Вот, пожалуйста, экипировали прыжок, это называется роупджампинг, прыжки с веревкой. Вот, что касается… Вот едут, например, люди в Саиногорск. Да. Знают, что тут мраморка. Я вот, например, для себя теперь подумала, как самая большая мраморная скала России. Хочется ее увидеть. Но я, простите, не пойду, потому что я знаю свои силы. Мне это… Ну, смотрите, у нас есть… Просто посмотреть со стороны максимум. Вот, у нас как раз есть там несколько мест таких, как, например, смотровая площадка на отвесной скале. Она построена искусственно, руками. Туда можно подняться без использования снаряжения, прям по лестнице. И… Ну, держась за поручни. Держась за поручни, можно и не держась. Там прям лестница построена. И ощутить высоту птичьего полета и оказаться выше тех людей, которые лазят под вами. А что я увижу? Вы увидите хребет Борус во всей красе. Это пять вершин. Главный Борус, Малый Борус, Пик Кашурникова и так далее. Левый Борус. Увидите Маинское водохранилище полностью Енисея. Ну, то есть это очень высоко. Это высоко. Это около 70 метров от подножия земли и около 100 метров от Енисея. Это вот любой желающий может попробовать, проезжая мимо мраморки. А, естественно, есть на выбор несколько маршрутов. Скалолазные с нижней страховкой, с верхней страховкой. А в настоящее время есть еще маршруты ледолазные. У нас там сейчас есть громадная ледовая сосулька. Самая большая искусственная сосулька в Хакасии. Ничего себе, как здорово. Это все на мраморке. А как она образовалась? Вы ее специально завозили? Да. Мы ее заливаем искусственно, качаем воду и подаем наверх. Она льется уже два месяца. Ну, скажите, с года в год желающих, после того, как вы начали продвигать социальный проект, много стало у нас любителей альпинизма в Хакасии? Вот как таковых любителей, которые регулярно приезжают, таких немного. А вот те, кто хотят себя попробовать, потому что увидели у товарища, что он себя попробовал, вот таких много. А дети есть? Дети в том числе. Детишки у нас могут от пяти лет попробовать скалолазание. От пяти лет? Да. Ну, это мы знаем скалолазание. В Абакане, вот практически, ну, в некоторых школах города есть вот так называемые эти скалолазные стенки. Скалодромы. Скалодромы, да. Ну, это очень круто. Дети там, правда, маленькие занимаются. Ну, мне кажется, на отвесной скале это же вообще… Ну, смотрите, скала же, вот она 250 метров уходит к Саиногорску, а у нас есть участки скалы почищенные по 5-7 метров, по 10 метров. И не всегда нужно человеку лезть на самый верх. Можно пройти, пролезть 2-3 метра, попробовать, как работает снаряжение. Повиснуть на веревке, почувствовать, что все работает, все держит. То есть, получить первые азы, первые навыки, занятия скалолазные. Вот еще такой вопрос задам. Смотрите, есть такая редкая сейчас профессия. Ну, мне кажется, она редкая. Может быть, и меня поправить. Промышленный альпинизм. Очень распространенная профессия в наших рядах. Вот видите, я даже и не знала. Я думала, редко. Ваш сосед, ваш собеседник, в том числе, этим занимается. Я промышленный альпинист. То есть, это когда уже нужно заработать денег, вы, Александр, промышленный альпинист. Ну, можно и так сказать. И в те времена, когда вот, например, это еще из истории советских времен, когда человек регулярно ездит в горы. Он месяцами там проводит в горах. Приезжает в город. Кому такой работник нужен? Никому. Ну, то есть, человек непостоянный. Он сегодня здесь, завтра там. И вы с этим испытываете трудности? Ну, многие альпинисты. Я в данный момент трудности не испытываю, потому что я немножко переквалифицировался. Я большую часть времени все-таки провожу в городе. Но большинство альпинистов испытывают трудности с тем, что... Ну, далеко не всем нужны сотрудники такие. Поэтому работают наемными трудами, занимаясь промышленными альпинистами. Но это востребованная сейчас профессия, как вы считаете? Востребованная, даже через черв, красноярский рынок промышленных альпинистов перенасыщен. То есть, сейчас такая же проблема, что каждый, кто хоть раз спустился по веревке и приобрел себе снаряжение, уже считает себя промышленным альпинистом. И из-за таких... Но это так или нет? Нет. Из-за таких ребят страдают те промышленные альпинисты настоящие, которые умеют работать, обладают квалификацией, имеют хорошее снаряжение. То есть, он должен был... Вот этот человек, который приходит на такую работу, у него должно быть собственное снаряжение для того, чтобы там куда-то сбираться. Это первое условие. Второе условие, он должен уметь этим пользоваться, а не просто купить и учиться в процессе работы. То есть, а как правило, они приобретают и пытаются научиться в процессе работы, а через полгода понимают, что это не их. Начинают на барахолках продавать снаряжение и садятся за компьютеры в офисах. А может это еще привести к тому, что он некачественно выполнит свою работу, а еще, не дай бог, упадет? И в том числе и это, да, такие случаи бывают. И вот из-за некачественно выполненной работы проблемы, а еще и из-за сбития цены. То есть, потому что он же не умеет это делать, и как специалист не может оценить эту работу. Свой труд. Свой труд. Естественно, отдает цену меньше для того, чтобы клиент от него не ушел. Тем самым, ну, роняет рынок для настоящих профессионалов. Ну, плохо всем от непрофессионалов. А сейчас у нас чем занимается промышленный альпинист? Сейчас, сегодня на улице. Ну, не прямо сейчас. Ну, зимой это чистка крыш от снега, убирание сосулек всяких разных. То есть, у нас наши управляющие компании пользуются услугами? Да, да. Ремонт межпанельных швов, монтаж окон, ремонт труб водосточных, демонтаж, монтаж кондиционеров. Все высотные работы, мачты, сотовые связи, вышки. Ну, любая работа, которая на высоте, это работа промышленного альпиниста. Есть звонок у нас, давайте еще послушаем. Добрый вечер, мы вас слушаем. Еще раз, Даша, вопрос. Да, пожалуйста. Вот видите, как постепенно перешли к тому, что называется промышленным альпинизмом. Перешли к тому, как можно, в общем-то, за счет этого, этих навыков, приемов и зарабатывать деньги. Вот у меня вопрос такой. Вот вы заговорили о снаряжении. Вот это снаряжение, которое вы используете в своей работе непосредственно, оно кем-то, в общем-то, сертифицируется, каким-то технадзором или же этого нет. То есть вы сами выбираете и сами, в общем-то, используете и следите за всей вашей оснасткой. Ну, а по поводу работы, я думаю, что здесь наоборот, у вас там будет перспектив, потому что сейчас строят высотные здания, и поэтому они требуют и капитального ремонта, и всего. То есть тут без вас никак не обойтись. Спасибо. Да, отлично. Спасибо большое. Благодаря слушателям мы поддерживаем наш разговор хорошо. Что касается снаряжения. Любое снаряжение, которое так или иначе связано с безопасностью жизни людей, оно сертифицировано по умолчанию, если это качественный производитель, который сейчас предоставляет товары. Оно сертифицировано, у него есть сертификаты российские, есть сертификаты УИААА, это международная система сертификаций. Есть также разрывные характеристики, нагрузки и общие требования, сколько можно использовать снаряжение, при каких условиях, чтобы не было ультрафиолета, влаги и прочих вещей. Все остальное, естественно, альпинист на свой страх и риск делает. То есть он сам ревизирует свое снаряжение перед выходами рабочими, сам определяет, когда и веревка износилась, когда ее уже нельзя, небезопасно использовать. И что касается снаряжения, мне казалось, что слушатель нас спросит, используем мы то снаряжение, с которым мы лазим, на работе? Да, на работе. Нет. Вот лично я и частично... То есть закупили по социальному проекту, не будут брать его на работу? Тут дело даже в другом. Смотрите, спортивное снаряжение, оно, во-первых, имеет ряд отличительных характеристик, там меньше всяких разгрузочных полок и другое удобство. Снаряжение для промышленного альпинизма, оно более такое деревянное, образно, если выразиться. Широкие ремни, мощные пряжки, удобная спина, сидушка, площадка штурмовая. И оно, как правило, дешевле. Оно марается, изнашивается, его приходится менять чаще, чем спортивное снаряжение. Потому что, ну, производя работы, например, по клинингу, по мойке или по покраске, это снаряжение, можно сказать, на один раз. Все, что касается работ серьезных, например, обслуживания заводов, РусАУ, РусГидро, какие-то вот такие корпорации, где необходим штат квалифицированных сотрудников, там помимо того, что нужно иметь обязательные корки, удостоверяющие, что вы промышленный альпинист, еще и нужно иметь как раз сертифицированное снаряжение со всеми документами, со всеми... То есть просто подделать нельзя? Ну, рано или поздно это всплывет. Нет, оно, может быть, на безопасность и не повлияет, но там очень много проверяющих органов, которые следят за безопасностью сотрудников на их предприятии. Потому что это привлеченные сотрудники со стороны. Добрый вечер. Еще один вопрос, Даша. Я просто его, как бы говоря, упустил. А вот скажите, Александр, у вас вообще вот... Вы медкомиссию какую-то проходите, ну, я имею в виду непосредственно свои профессиональные деятельности. И какой у вас вообще существует ли возрастной ценз? Спасибо. Какой вопрос? Спасибо. Отлично. По поводу медкомиссии. Что касается спортивного альпинизма, обязательно все спортсмены состоят на учете в спортивном диспансере и обязаны проходить медкомиссию раз в полгода. Обширную комиссию раз в год. Что касается работников, альпинистов, им нужно иметь удостоверения, которые позволяют им производить работы на высоте при помощи канатно-тросового доступа. Эти удостоверения... Необходимо обучение на эти удостоверения. И там по умолчанию есть медкомиссия и есть проверка о знании навыков. То есть как таковой обязательной комиссии только по желанию человека. То есть можно так сказать, делая вывод, что вообще альпинисты без работы не остаются? Все зависит от человека. Нужно в некоторые времена, например, в зимние, нужно пошевелиться. Телефон не разрывается у большинства людей. И чем обычно занимаются? Промышленные альпинисты. Вот зимой, ну нет времени, ну всех набрали чистить крыши. И нет работы. Кто-то едет в коры. Есть еще такой дополнительный заработок. Ну быть инструктором, если ты опять же имеешь корки инструктора на каком-то спортивном мероприятии. И водить новичков, альпинистов в горы от другого региона, в другом... Есть специальные мероприятия, где можно как бы подзаработать немножко. Так, а мы еще на второй вопрос не ответили нашего слушателя. Он был сначала про безопасность, а потом вот я... Потом мы сразу... Владимиру, это может быть вы звоните. Упустили. Да, слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Дарья, вы не разрешите, это Геннадий. Я узнал о вас, Геннадий. Как-то? Я... Среди его, так сказать, эфира я не селико-емки себя чувствую. После того, как я вам нахомил ее ногу. Геннадий, я вас слушаю, вы прощены. Давайте. Ну, Геннадий состоит тоже в диспансере. Только не, так сказать, не в скалолазном диспансере, а в другом. Вот, это связано тоже в процессе. Так, ну, короче говоря, у меня вопрос такой, ну, не вопрос, а так. Вот, товарищ этот, альпинист, говорит, вот много альпинистов, так сказать, любителей, перейдет от работу на рынке, то, где нужно очистить окна, там, крыши, замазывать, споклевать эти швы, сколько их в данных и так далее. Так, ребята, вы не забывайте, что у нас капиталин, а вы привыкли быть монополистом, что вы пришли вам все, что они, что, сынки, все. Это так же, как у нас монополия на сбор мусора, капитальный ремонт. Хочешь, не хочешь, к этому товарищу идти. Я тут, у нас, у нас браками какие-то, как он называется, я уже забыл, а хорстик-хорстно напалить. Бабка идет к нему и платит, да, денежки бабушку вот, а то, наверное, а то он же, Геннадий, два, три года назад, к нему, брусовецки, к бабушке подъедет, бабушка мне разгрызет, пасхотно все мне, я, ну, так, урвезу, мыся братан туда, на гору, отдам там деньги, с дружой еще, и геннадий доволен. Да нет! Семь такого-то там, ой, нашего, как его фамилия там, его лицо. Геннадий, ближе к делу, говорите, пожалуйста. Да вот ближе к делу, да хорстик-то плачет-то, что? Ну, никто не плачет, во-первых, вы, наверное, не услышали. Ну, отличный вопрос, я могу ответить. Давайте. Дело в том, что часть населения, даже большая часть населения, их обслуживает управляющая компания, то есть ТСЖ там и прочие, тех людей, которые живут в квартире. Человек, когда у него проблемы в квартире, он идет, пишет заявление, у меня там промерзают швы, например, или там холод в доме. Эта заявка передается промышленному альпинисту, который числится в этом ТСЖ или какой-то наемный работник. То есть промышленный альпинист не занимается напрямую договором с жильцами. Это занимается ТСЖ в рамках капремонта. И деньги платит ТСЖ или там управляющая компания тех, которые ему отчисляют жильцы. То есть не конкретно с жильцов собирается какая-то сумма на ваши швы, а со всего дома. Капремонт дома, соответственно, делается швы. Есть случаи, когда человеку нужно срочно. Ты вещишь, делаешь работу свою, окно открывается, о, сколько стоит там подоконник мне сделать. С ним на месте договариваешься и прямо там делаешь без всяких морок. Человеку хорошо, ему сразу же сделали быстро, качественно. И альпинисту еще лучше. Он получил сразу же без всяких лишних договоров. Вот, я думаю, я ответил нашему слушателю. И такая бывает работа. Да, в таком товаро-денежном отношении. Здравствуйте. Сорвался звоночек. Еще раз нам перезвоните, потому что у нас уже 7 минут до конца нашего эфира. Есть у вас возможность еще задать вопрос. Вот нам еще звонят. Добрый вечер. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Александр. Я решил так сказать, что опять одни и те же звонят. Ну, желаю вам больших успехов. Сейчас тоже занимаюсь альпинизмом, под стремянки тут вот лазью. Вот. Ну, у меня такой вопрос к вам. Вот как-то впереди начинается большой опасный период. Сосульки, вот знаете, однажды в городе на разрезе как бы бахнуло, сосульки упали и чуть не пришибло. Вот. А вы можете, так сказать, сами, или как бы пригласить администрацию подбивать эти сосульки? Или, может, у вас есть желание, как бы сказать, это субботник устроить, вот, самостоятельно выйти где-то подшибать, чтобы нас, так сказать, не пришибло. Ну, желаю вам ваших успехов и вашим трудам и оборудоваться. До свидания. Спасибо. До свидания. Ну, на самом деле, если, например, я считаю, альпинист живет в своем дворе и видит, что какая-то непосредственная опасность возникает, он, как нормальный человек, обязан применить все свои навыки и сделать безопасно свой двор. И если во дворе у нашего слушателя есть кто-то из промышленных альпинистов, он бы на инициативе, я думаю, сделал бы эту работу. А вы хоть раз убирали сосульки? Да, убирал и сосульки, и глыбы всякие разные, и снег, и много всяких работ было. Ну, а вообще, за этим также обязаны следить власти и коммунальщики. Это точно. Потому что это небезопасно, действительно. Это были случаи очень серьезные, когда и технику разбивали, и машины, и на людей сосульки падают. Они должны следить, передавать уже работу непосредственно к профессионалам. Дима словом, промышленный альпинизм – это очень такая востребованная в наши дни профессия. Социальная. Социальная, и, наверное, то, что вы так продвигаете этот вид спорта, видите за этим будущее. Да. Есть звоночек. Еще коротко, и будем позакругляться. Здравствуйте. Это Геннадий Корозанов. Так вы и так, я не понял, вы за конкуренцию или нет? У нас капитализм или какой-то метод, у нас хозяйство не поймет. Спасибо. Или феодолизм у вас, или социализм, или конкуренция. Я понял вас, Геннадий. Сейчас попробуем ответить. Итак, Геннадий. Сложный вопрос. Я нейтральную позицию занимаю. Если кто-то сделает качественно и быстрее, пускай и делает. То есть я не буду ни с кем конкурировать. Вот так. Мне кажется, знаете, Геннадий, у нас так мало в городе альпинистов, правильно, да, что, наверное, они вообще все на расхват. Вот. И у каждого, дай бог, будет работа. Ну, а если наш герой Александр Жигалов будет вместе со своими динамышленниками развивать этот вид спорта, сделать его социально доступным, возможно, и появится вот эта конкуренция, и кто-то будет думать, кого взять на работу. У кого, кто, новичок, только начинающий, да, или у кого уже давно все корочки и альпинист со стажем. На самом деле у альпинистов конкуренты не альпинисты, а… Скалолазы? Нет, а владельцы вышек автоматических. О, вот, вот, смотрите, вообще техника, оказывается. Да, техника оставляет без работы альпинистов. Ну, мне кажется, человеческие руки все-таки не обманут. То, что может человек за своими руками, не каждый раз может сделать техника, да, или… Далеко не везде может подъехать вышка. Зайти техника. А сейчас посмотрите у нас, ну, как, например, в жилых домах, близко к домам расставлены автомобили. И не каждая большая техника сможет заехать во двор и так далее. Но это уже тема, друзья, другого эфира. У нас остается две минуты. Александр Жигалов, мастер спорта по скалолазу, у него сегодня был в нашей студии. Спортсмен, человек, влюбленный в свое дело, который продвигает альпинист в Хакасии, вместе с ним и развивает, и социально адаптирует этот вид спорта для людей. Ну, и, как мы поняли уже, и занимается как раз вот такой редкой профессией, как профессией промышленного альпинизма. Сейчас в условиях того, что наша жизнь развивается, и разные, конечно, бывают причины, и бывают стопоры для нашего развития жизни. Не хватает работы. Вот такая редкая профессия, почему бы и нет, да? Александр, что, о чем мечтаете, чего хочется, над таким проектом сейчас работаете? Ну, в принципе, все, о чем я мечтаю, оно сбывается. Активно провожу время с семьей, ращу маленького сынишку, чуть больше года ему. Надеюсь, это мой последователь в нашей деятельности непростой. Путешествуем вместе с семьей, активно занимаемся спортом, бегаю. Кто захочет прийти и сделать, например, восхождение на Мраморк, надо искать вас, да, рядом? Да, можно найти меня, можно найти Мраморку, это два рядом объекта абсолютно. Да, то есть новичкам поможете, с довольствием все расскажете. Да, принимаем в свой клуб. И у вас клуб еще есть, да? Да, у нас есть клуб, мастерская альпинизма Мраморка, туда вход открытый, но более подробно, конечно, лучше обсудить. Лично или написать в соцсетях. Ну что, благодарю вас, Александр, желаю вам, как всегда, возвращаться из своих поездок, возвращаться с вершины, их не покорять, а как вы сказали? Совершать восхождение. Вам тоже желаем завершать восхождение, друзья, к своим целям. Всем желаем здоровья, хорошего настроения. Эфир телеканала «Абакан-24» продолжается. Далее мой коллега Алексей Иллистратов. Не переключайтесь, так же будет интересно. Всего вам самого хорошего. До свидания.